Сразу несколько обновленных площадок стали результатом фестиваля креативной урбанистики. Итоги первого в истории Вологды масштабного проекта по изменениям городского пространства подвели его организаторы. Готовы ли Вологда и дальше меняться и каковы у нее есть перспективы в этом направлении, расскажет Мария Поздеева. Мы будем менять поверхность, всю вот эту каменную, засыпанную, где ребенок может сам раскрашивать эти камни, то есть, чем заняться. Вот здесь прям рассыпан деревянный конструктор. Просто интересно, а главное использовать можно по-разному. Такая игра не надоест ребенку, как дорогая машинка из магазина. Сделать развлечения для детей интересными и полезными, причем из подручных материалов можно. Это доказали молодые архитекторы из Москвы на фестивале креативной урбанистики. Уже два года они реализуют проект «Город-друг», воплощая свои идеи в разных уголках страны. На этот раз в Вологде, на площадке к урбанистике. Первая потребность ребенка – это играть. Поэтому мы сейчас делаем, ребята делают из стены сарая горизонтальный скалодром, который отвечает всем параметрам безопасности. То есть, это не какая-то огромная конструкция, но в то же время это очень явный игровой элемент. Для подростков здесь же теннисный стол, для взрослых – кинозал под открытым небом, для любителей науки – возможность презентовать свои наработки. В общем, масса вариантов, как в дальнейшем использовать площадку в фестивале креативной урбанистики на улице Чернышевского. Фактически это такое же общественное пространство, как парк, сквер, такая же у него функция. Только здесь вместо скамеек есть чудесное такое пространство для творчества. То есть, это первое, мне кажется, вообще в Вологде пространство для творчества. Здесь можно и красить, здесь можно и варить мебель. Ну, то есть, вот мы вывели все розетки, электричество, здесь можно этим заниматься. То есть, такой творческий парк. Напомню, фестиваль креативной урбанистики стартовал в Вологде 15 июля. В течение шести дней специалисты в этой сфере из разных городов проводили мастер-классы для вологжан и теории, и практика. Причем, молодые архитекторы преобразили не только фестивальную площадку, а в целом раскрыли потенциал микрорайона за речью. Помог им в этом главный гость фестиваля – директор Московского института прикладной урбанистики Святослав Мурунов. Итогом его мастер-класса стали реальные работы горожан. Сегодня мы сделаем здесь, но футбольное поле отгородим, можем копать ворота. Футбольное поле, беседки, качели, огород, лавочки – все это вскоре появится в некогда заброшенном дворе на Гоголя 13. Другими красками заиграл и забор возле моста на улице Чернышевского. Белым кружевом его расписали школьники. И на этом процесс не завершен, идеи в Вологжан много. И главное, что их поддерживают местные власти, отметил ведущий архитектор Москвы. Это нетипично для наших городов, когда городских активистов, городские сообщества поддерживают власть. Обычно конфликтуют или друг друга не замечают. То, что в Вологде, вот процесс вот этого диалога налажен – это явный плюс. И у Вологды в этом есть большой потенциал. И я думаю, что то, как городская администрация, во-первых, помогала этому фестивалю, и наша встреча с администрацией показали, что этот процесс не разовый, это не пиар-процесс, это именно системная работа. В этом большая сила, и поэтому мы со своей стороны будем привлекать и лучших экспертов. Какой в дальнейшем может быть эта системная работа, говорили на встрече главы Вологда Евгения Шулепова со Святославом Муруновым и другими участниками фестиваля креативной урбанистики. Уже сейчас власти развивают Вологду как социальное пространство. Пример тому более 50 социально значимых проектов, каждый из которых задумывался под решение конкретной задачи и проблемы. Город детства, цветущий город, шеф, забота. Но, как считает глава города, сегодня не хватает единого института, объединяющего все эти силы. Приходят в горком 35, они что-то там решают. Я знаю, что далеко не все, да? Но еще кроме молодежи у нас много чего, всяких интересов есть в городе и противоречий в том числе. Вот некий институт должен быть, который бы выслушивал, подсказывал, направлял. И сегодня в Вологде уже выходит на новый этап, когда сами жители готовы быть инициаторами проектов, а власть готова учить их, как это сделать на практике. Такой своеобразной школой станет международный научно-практический форум, социальный инноватик и муниципальный опыт, который пройдет в Вологде 14 и 15 августа. Мария Поздева, Михаил Прещев, Антон Лукьянов, Вологде Портал.